Прошедшим днем автомобилисты поздравляем нашу аудиторию, наших слушателей. Большая часть, мне кажется, жителей Владивостока имеет автомобиль, передвигается, ну или на крайний случай имеет водительское удостоверение. На радиолема стартовала «Автонеделя», неделя, посвященная автомобильной тематике. В прямом эфире вечернего шоу «Быстрого реагирования» вместе с гостями студии ведущие обсудили вопрос покупки автомобиля. Мы решили разобраться с разных сторон с этой историей, потому что сейчас, конечно, на рынке предложение превышает спрос. Представитель официального дилера «Митсубиши Моторс» в Приморском крае рассказал о преимуществах покупки нового автомобиля, а еще отметил, что если решили приобрести транспортное средство, то тянуть не стоит. Сейчас самое лучшее время, действует государственная программа и автомобили есть на складе. Госпрограмма поддержки – это первый автомобиль, программа трейд-ин и семейные автомобили. Это субсидия от государства на привлечение автомобиля в размере 25%, но стоимость автомобиля должна быть не более полутора миллионов рублей. Действовать госпрограмма будет до конца ноября. Продлят ли ее – пока неизвестно. В эфире вместе с генеральным директором компании ООО «Навэк» ведущие обсудили тонкости процесса покупки автомобиля на аукционе в Японии. А еще выяснили, как обезопасить себя при совершении такой сделки и какие марки авто выгодно купить. Стоит отметить, что пандемия на этот вид услуг не повлияла. Стало еще проще, работаем дистанционно, подстраиваемся под клиентов, становится это все гораздо популярнее и с технической стороны становится все гораздо проще. Пресс-секретарь портала «Дром» Елизавета Лафинская поделилась статистикой покупок и продаж автомобилей не только на рынке Дальнего Востока, но и по всей стране. На рынке поддержанных автомобилей сейчас скачок цен произошел резкий, причем в Приморском крае это 5%, а по России это порядка 10%. Так что можно сказать, что Приморье еще легко отделалось. До конца автонедели в рамках вечернего шоу на радио «Лемма» слушатели ждут разговоры с приглашенными экспертами на различные автомобильные темы. 27 октября ведущие обсудят тюнинг экстерьера и интерьера автомобиля, 28-го поговорят о сервисном обслуживании, а 29 октября выяснят, зачем вступать в автоклуб и завершит автомобильную тему разговор об автоспорте. На частоте 102,7 FM есть что обсудить и есть что послушать. Алина Черненко, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.